Здравствуйте, дорогие друзья! Двигаемся с вами по иконописной азбуке вместе с Русской иконописной школой. И сегодня, как и было обещано, поговорим о том, кто такой Гавриил. Это один из архангелов, или по-другому его можно назвать ангелоначальником. В Ветхом и Новом Заветах он представлен как носитель радостных благовестий. В Новом Завете Гавриил, явившийся у жертвенника Захарии, предсказывает рождение Иоанна Претечи, крестителя Иисуса Христа. Об этом мы с вами можем прочесть в Евангелии от Луки, в первой главе с 9 по 20 стих. Кроме того, Деве Марии он сообщает благою весть о том, что у нее родится от Духа Святого Сын, и это будет Сын Божий, Иисус Христос. И также мы об этом можем с вами прочесть и в Евангелии от Луки, и в Евангелии от Матфея. Архангел Гавриил по преданию является Божьей Матери еще раз за три дня до ее блаженной кончины и предсказывает ей о том, что она отойдет ко Господу. И для нее это не было секретом, она об этом уже знала. То есть вот такие вести он приносит. И это всегда радостные вести, потому что смерть для Божьей Матери это было тоже радостным событием, потому что она знала, что после этого она встречается со своим Сыном и Господом. Архангела Гавриила очень часто изображают как раз в сюжетах Благовещения. Кроме того, он один из важнейших членов доисусного ряда, а кроме того, на дверях иконостаса. Вот вместе с другим архангелом, архангелом Михаилом, архангел Гавриил и архангел Михаил являются как раз вот такими самыми ответственными за род человеческий. То есть вот именно поэтому два эти архангела всегда есть в иконостасе в доисусном ряду и всегда находятся именно вдвоем на диаконских дверях. То есть не может быть такого, чтобы на одной двери там архангел Гавриил изображен, а на другой какой-то другой сюжет, который тоже свойственный для изображения на дверях. Вот очень важно, что они вдвоем изображаются. Но в своей благовестии Гавриил, конечно, всегда приносил один. И изображение архангела Гавриила, оно как раз вот как такого благовестника. В сюжетах благовещения мы видим, как он практически влетает в этот сюжет. В других сюжетах он тоже достаточно активен. То есть это всегда движение, это всегда радостные вести. На этом, наверное, об архангеле Гаврииле мы с вами сегодня закончим. Следующий термин, о котором мы с вами поговорим, это термин «галун». Оставайтесь с нами для того, чтобы узнать, что это такое. Продолжим движение по иконописной азбуке в следующий раз. С русской иконописной школой будем размышлять о иконографических способах и сюжетах. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok